Всем привет! С вами снова Дэйлыч и сегодня новый обзор на бюджетный SSD накопитель от уже известного нам бренда Silicon Power. Новая модель Ace A58 объемом 128 гигабайт. Кстати, друзья, данное SSD можно купить по очень низкой цене. Я оставлю ссылку под этим видео, поэтому переходите, смотрите, сравнивайте и покупайте. Друзья, на моем канале уже есть достаточно тестов на SSD от компании Silicon Power и в одном известном интернет-магазине я натыкаюсь на модельку Ace A58. Конечно же, мне сразу же стало интересно, что это за SSD, что это за модель. И когда я начал смотреть, чтобы сравнить цену, например, с другими интернет-магазинами, я увидел, что этого SSD нет нигде, кроме одного единственного интернет-магазина, ну или розничного магазина, то есть можно сказать и так, и так, это DNS Technopoint. Больше этот SSD нигде на момент моей покупки не продавался. Конечно же, мне стало интересно, что это такое, почему так, и в общем я его заказал. Приехал, забрал, все отлично. Ну и первое, на что я обратил внимание, неуказанной скорости. Вообще, у компании Silicon Power, самое важное, этого SSD на сайте просто нет. Просто нет там SSD. И вот тут-то мне стало еще интереснее. Как же так? SSD есть, а на сайте никакой информации про него. Ну да ладно. Начал я копать дальше, начал я смотреть, и я увидел, что на SSD у нас есть наклейки. Наклейка спереди, наклейка сзади, и, конечно же, на распаковке я все это дело отклею. И, друзья, еще один важный момент, это то, что здесь присутствует наклейка, где импортером указана компания ООО «Атлас», город Владивосток, а это юридическое лицо компании DNS Technopoint, и, следовательно, этот SSD делается под продавца. А, следовательно, этот SSD сделан эксклюзивно для сети магазинов DNS Technopoint, и купить вы его сможете, по крайней мере, пока только там. Да, друзья, такое бывает, и такое бывает даже у крупных брендов, типа Samsung, когда определенная модель делается под определенную розничную сеть. Ну что, друзья, Silicon Power не исключение, тоже решили тут согрешить. Поэтому, друзья, кроме как на сайте DNS Technopoint, информации про этот SSD нет. И сравнить, и узнать правду про этот SSD просто негде. Поэтому давайте доверимся информации, которая указана на сайте DNS. Скорость чтения до 440, скорость записи до 280, и контроллер, который указан, это PS3111-S11. Конечно же, все мы это постараемся проверить, но хочу сказать, что заявленные скорости почему-то какие-то очень низкие. То есть, в нынешних реалиях таких SSD, ну, просто, наверное, не бывает. Указано, что здесь используется 3D NAND TLC память, на наклейке также 3D NAND указано. И данные SSD имеют ресурс в 40 терабайт на запись. Я не скажу, что это много. Да, это все-таки маловато, но для простого, домашнего, бюджетного SSD накопителя этого достаточно. Для сравнения сейчас про ресурс, я на своем системном SSD Samsung за полтора года израсходовал 5 терабайт. За полтора года – 5. Здесь ресурс 40. Ну, это официальный ресурс. Ну, а реальный ресурс будет, конечно же, больше. Даже в разы больше. Что касается гарантии, указано 3 года гарантии. Ну, и все, друзья, больше ничего. Поэтому давайте быстренько сделаем распаковочку и перейдем к тестам. Упаковка накопителя Silicon Power A58 в принципе ничем не отличается от других упаковок этого производителя, за исключением нескольких деталей. Здесь раньше у нас была указана скорость, которую накопитель показывает в утилете от Odis Benchmark. То есть мы смогли сразу же увидеть, что нам предлагает производитель. И если раньше у нас была печать объема на упаковке, то теперь появилась наклейка, которая вот перекрывает какие-то данные. Точно так же имеются наклейки и с обратной стороны. Ну, мы к этому еще вернемся. Давайте перейдем к нашему накопителю. Итак, стандартный картонный блистер. Видно сам накопитель. Все отлично, все просто. Три года гарантии 7 миллиметров. Тонкий, до 15 раз быстрее жестких дисков со скоростью вращения 5400. Ну и на обратной стороне все точно так же. То есть вообще никаких отличий здесь нет. Также указано, что сделано в Тайване. Ну и снова три года гарантии. Теперь, друзья, давайте откроем нашу упаковку и посмотрим на наш накопитель. Под блистером, под накопителем точно так же у нас рекомендации по настройке BIOS. Но можете просто на это не обращать внимания. Итак, сам наш накопитель зачетно. Металлический корпус. Хорошая, качественная порошковая покраска. Приятная на ощупь. Тут у меня вопросов производителю нет. Никаких пломб на этом накопителе у нас нет. И, друзья, как обычно, наклейка на всю площадь лицевой стороны. Silicon Power. Тут у нас какой-то желтый цвет. А58 3D NAND. Ну и вечно портящая весь вид вот эта вот нижняя полоса. Со значками сертификации, с объемом и с серийным номером. Да, друзья, Silicon Power не меняется. Ну а так как у нас корпус металлический, все отверстия у нас полностью выполнены в корпусе. И поэтому смело можете закручивать, ничего не сорвете. А теперь, друзья, давайте вернемся к нашему накопителю. Это мы пока достанем. И мне интересно, что же у нас скрывается под этой наклейкой. А под этой наклейкой у нас, вероятнее всего, прячется объем. И там, скорее всего, указан объем 120 гигабайт. Итак, друзья, отлепляем. Та-дам! Все верно. Под наклейкой у нас 120 гигабайт. Видно от какого-то другого SSD накопителя. От какого же, друзья? Как же это узнать? А это просто. Нам необходимо отклеить фирменную наклейку с номером модели. Вот здесь. Сейчас мы точно так же ее отклеим. Аккуратненько. И узнаем, друзья. Итак. Эта коробка предназначалась для наклейки SP120GB S3-S56B25. А следовательно, эта упаковка предназначалась для накопителя серии S56. Которые, кстати, я в продаже не видел. Видимо, что-то пошло не так. Переделали, передумали. И, собственно, решили переклеить. И у нас еще имеется наклеечка вот здесь. Где на русском языке указан срок гарантии 3 года. Срок службы 6 лет. Изготовлено в сентябре 2019 года. Я купил в начале октября. Сделано у нас в Тайване. Импортер ООО «Атлас». Город Владивосток. А это у нас, друзья, компания DNS Technopoint. После того, как мы разобрались со всеми секретами, можно переходить к тестам. Silicon Power A58 на 128 ГБ у меня установлен. Переходим в управление дисками. И давайте смотреть, что же у нас здесь будет. Диск не инициализирован. Производим инициализацию. Чисто объемом 119,24 ГБ. Это значит, что накопитель у нас соответствует 128 ГБ. Создаем простой Том-НТФС. Ждем форматирования. И приступим к тестам. Итак, форматирование у нас завершилось. Надеюсь, все будет у нас корректно. Не так, как с моделькой V55. Итак, первым делом запускаем SSD Live Pro. И смотрим, что же у нас здесь. На крепителе определился как SPCC Solid State Disk. Жуткое название. И на Silicon Power у нас, к сожалению, так. Итак, три включения. И все. В принципе, это все, что нам дает сейчас увидеть утилиту SSD Live Pro. Все остальные данные у нас здесь указаны, что они поддерживаются. Но не будем этому слепо верить. И переходим в утилиту Crystal Disk Info. И давайте смотреть, что же у нас здесь есть. Итак, температура 40 градусов. 40, друзья. Похоже, она здесь не зашита. Обязательно с вами это проверим. Три включения. Всего нано-записи по нолям. Чтение 0. Запись 0. Это значит, у нас поддерживает накопитель. Количество записанных и прочитанных данных. Ну и, конечно же, в общее время работы 0 часов. Абсолютно новый накопитель. Поэтому оставляем Crystal Disk Info таким, как есть. И будем наблюдать за его температурой. Далее, друзья, запускаем SSD Z. Ни контроллер, ни нано-память у нас здесь не определились. Ну да ладно. Итак, то есть у нас завершился. Температура 40 градусов стабильна. Поэтому, вероятнее всего, она все-таки здесь зашита. Что касается скоростей. Отличные показатели. 524 на чтение, 490 на запись. Хотя было заявлено всего 440 и 280. Ну, тут я не знаю, в каких утилитах они делали тесты. Но здесь у нас все в порядке. Все отлично. Более того, мы можем с вами посмотреть, сколько ресурса тратит один тест утилиты Crystal Disk Mark. На чтение 27 гигабайт и на запись 32. Далее, друзья, запускаем AS SSD Benchmark. И ждем, что же мы увидим здесь. Вот он наш накопитель. Итак, тесты завершились. Накопитель получает, ну, скажем так, чуть ниже среднего показателя баллов. Общее количество баллов 793. Во всем остальном, в принципе, все у нас в порядке. Теперь, друзья, давайте запустим утилиту на работу в различных средах. И посмотрим, что у нас здесь. Ну, а на удивление, здесь у нас все в порядке. Накопитель показывает во всех приложениях хорошую скорость и низкую задержку. Так, друзья, с этим мы разобрались. Давайте все сворачивать и приступать к реальному тесту записи. Будем копировать нашу папку. Рендер объем 26,7 гигабайт. Открываем наш накопитель. Диск Е. И давайте смотреть, что же у нас здесь будет. Итак, стартует копирование с отметки в 440-430 мегабайт в секунду. Скорость потихонечку снижается. И вот где-то здесь должно произойти сейчас резкое падение скорости. Как это обычно бывает на контроллере FISON S11. Но, друзья, как вы можете увидеть, пока никакого падения скорость нет. И это прямо меня очень радует. Это прямо очень хорошо. Поэтому давайте смотреть, наблюдать, что у нас будет дальше. Первое копирование у нас больше половины. Залетает на ура. И я думаю, первое копирование у нас точно залетит полностью. Будем потом копировать второй раз. И вот я думаю, раз уж у нас здесь после 5 гигабайт не произошло падение, значит оно будет на втором копировании. Итак, смотрим. Все отлично. Все на ура, друзья. Прямо супер. Так, теперь без всяких пауз. Копируем папку снова. И, друзья, смотрим, что у нас здесь. В принципе, начинает копировать точно так же быстро. Половина, друзья. И вот наполовину у нас скорость падает. Итак, смотрим, как сильно она у нас упадет. И скорость у нас упала до 50 мегабайт в секунду. 50-70 у нас скорость варьируется. И я думаю, дальше уже у нас точно так и будет. Ну и что касается буфера, он у нас равен примерно 40 гигабайтам. И это отличный, друзья, буфер, который, я думаю, здесь работает за счет SLC кэша. Потому что, ну, нереально хорошая у нас запись, нереально большой буфер. Ну, а потом скорость падает у нас до значений, в принципе, стандартных бюджетных SSD накопителей. Завершать и ждать там окончания копирования не вижу никакого смысла. Поэтому давайте подведем итоги. Чуть не забыл, друзья, проверить наш накопитель утилитой Fison Tool. И посмотреть, определится ли он у нас здесь. К сожалению, утилита Fison Tool его не определяет. Очень странно. Но если мы проверим специальную утилиту определения контроллера от Fison, он нам скажет, что здесь у нас 3108. Хотя производитель, хотя интернет-магазин заявляет, что здесь 3111. Очень странно. Интересно. Ну что, друзья, вы все увидели сами и SSD накопитель показал себя хорошо. То есть, вообще, из плюсов это у нас металлический корпус, хорошая покраска, все отлично. Накопитель имеет большой буфер и это 40 гигабайт на запись, где скорость у нас записи больше 400 мегабайт в секунду. И просто залетает все на накопитель на ура. Да, после переполнения буфера скорость падает до 50 мегабайт в секунду. Пусть это маловато, но это все равно комфортно для работы и можно что-то делать, даже продолжать копировать данные дальше. Несмотря на то, что у нас скорость так сильно упала. Но теперь подумайте. SSD объем 128 гигабайт и на него вы 40 гигабайт можете разом с другого SSD записать на скорости более 400 мегабайт в секунду. Это реально очень хороший результат. Ну а что касается контроллера, то ситуация здесь очень схожа с моделькой Silicon Power V55, которая была у меня на обзоре. И, друзья, здесь контроллер определился как FISON PS3108-S8. Более того, утилита FISON Tool просто не определила данные SSD, поэтому 100% на гарантии, что здесь S8 FISON у меня, к сожалению, друзья, нет. Но если упустить момент контроллера, друзья, здесь у накопителя все в порядке. Что касается скоростей чтения записи, то Crystal Disk Mara показал тоже хорошие показатели, гораздо выше, чем было заявлено. И это подтверждает то, что этот бюджетный SSD накопитель достойный для вашего внимания. Конечно же, из-под ляночек это вот эти вот наклейки, где у нас скрыт объем 120 гигабайт за наклейки 128. А здесь у нас скрывается абсолютно другая модель SSD накопителя, которая, видимо, не пошла, про которую в интернете нет никакой информации. Ну и на сайте, конечно же, тоже. И это очень интересная ситуация. То есть тут у нас Silicon Power просто решили взять и сделать новую модель специально для DNS Technopoint. Покупать данное SSD или нет, решать только вам. Лично я считаю, что данное SSD достоин вашего внимания, по крайней мере, в бюджетном сегменте. Он себя показал хорошо. И если вас все устраивает на этом тесте, то смело можете его покупать. Но на этом, друзья, все. Обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, вступаем в группу ВКонтакте. И до новых встреч. Пока-пока.